Московская выставка «Агросалон» раскрыла тенденции импортозамещения в сельхозиндустрии. Собственные трансмиссии вместо закупных уже внедрил петербургский «Кировец». Обширные планы и у Ростсельмаша. На выставке представлены три серии тракторов. Это универсальный пропашной трактор, тысячная серия у меня за спиной, мощностью от 270 до 370 линейка лошадиных сил. Двухтысячная серия – это тракторы общего назначения, наиболее популярный, скажем так, сегмент сейчас в Российской Федерации. Мощность 380 и 405 сил. И самые мощные тракторы, которые производятся в России на настоящий момент, это тракторы трехтысячной серии, мощностью до 583 лошадиных сил. Младшая тысячная серия тракторов должна была выйти на рынок в этом году. Но из-за санкций серийное производство отложено на 2024. А пока модель продолжит гидравлические и трековые испытания. То есть трековые испытания, например, это 300 тысяч циклов по кочкам с нагрузкой. То есть это реально десятилетняя нагрузка на трактор. По сути дела, воспроизводится всего лишь за полгода в трековых условиях. Главная трудность – найти замену двигателям Cummins. Если тяжёлым тракторам подойдёт новая 12- или 13-литровая шестёрка КАМАЗ-910, у которой есть вариации от 400 до 600 сил, то для тысячной серии нужен аналог 9-литрового 370-сильного Каминца. Временной заменой выступит китайский Вейчай. Но дальше ростовцы нацелены перейти на российские моторы. Ну, на самом деле, не так уж и много вариантов у нас. Есть, например, двигатели Ямс, например, до 340 сил. Ну, на наш трактор, наверное, не совсем подходит. Есть двигатели КАМАЗ, например, 12-литровые сейчас. Они считают это самым современным двигателем в России. Некоторые российские двигатели ещё не готовы для серийного выпуска. А Китай, он зачастую отработан уже. А роботизированные коробки PowerShift раз Сильмаш заменит агрегатами собственной разработки. Уже к 2025 году у нас, по нашим планам, будут стоять все коробки российского производства. В частности, компания Росильмаш будет производить их собственные разработки. Не только механическая трансмиссия, но и автоматические трансмиссии. Я считаю, это большой шаг вообще для сельхозиндустрии. Помимо нового производства трансмиссий, Росильмаш готовит и расширение линейки машин. В ближайшие три года появится ещё одна. Самая младшая модель трактора мощностью от 170 до 250 сил. Ради этого в 2023 году в Ростове-на-Дону запустят новый завод. Но об этих перспективах мы расскажем отдельно.